Добрый день! Мы продолжаем наше чтение книги Рава, Леона, Эгуды, Эшкенази, Маниту, «Тайные евреи», и мы остановились на некотором абзаце, который подводил итог более-менее всему, что мы учили о смысле субботы. Я сейчас поставлю на экран. Самые главные моменты в этом последнем абзаце суммирует кратко автор, лектор в данном случае. А потом мы перейдем к следующей теме, которая называется «Цель истории». В последнем абзаце он говорит, мы уже упоминали, что, согласно Таре, вся история происходит в седьмой день творения. Да, мы об этом уже говорили довольно много. И это субботний день творца. То есть у нас происходит история, а творец отстраняется – это для него суббота. Я думаю, тут подразумевается, что все остальные дни, они приблизительно такие же могли бы быть, условно говоря, по времени. Но это чисто условно, конечно. Время здесь не играет большую роль, кроме того, что оно было запущено в момент творения и продолжает двигаться. Однако, согласно Кабале, сам этот день тоже разделен на семь частей. И человечество сейчас приближается к их концу. То есть в Кабале говорится, что это вот время, что проекция семи дней творения проецируется на человеческую историю. И человечество сейчас приближается к их концу. Мы находимся в конце шестой части седьмого Дня Творца. Да, если считать по еврейскому летоисчислению, то мы находимся там семь тысяч, какой там, пятьсот… Пять тысяч семьсот восемьдесят четвертых. А, пять тысяч семьсот, да. То есть тут есть какая-то, видимо, все-таки ошибка. Пять тысяч, значит, мы сейчас в шестом дне, а не в седьмом. Правильно? В седьмом Дне Творца, в шестом Дне… Да, да, да. То есть этот день разделен на семь частей. Ну да, мы находимся в шестой части, а потом еще будет седьмая часть. Седьмого Дня Суббота. Для нас это уже будет Суббота для человечества. И в этой последней матреске истории, которая будет Суббота Человечества, мы встречаемся с Субботой Творца непосредственно. Видимо, так, да? Ну да, у него Суббота продолжается, а у нас начнется наша Суббота. И там будет встреча. Во всяком случае, так здесь представляется. С тех пор, как в мир были привнесены благословения и святости, о которых мы говорили в прошлый раз, и Творец спокоился о всей своей работе, чтобы дать возможность человеку стать полноправным партнером в исправлении творения, в доведении его до совершенства, прошло почти 6 тысяч лет человеческой истории. И в настоящее время мы находимся в кануне Субботы истории. За мгновение, фактически, до последней встречи с Творцом. Вот то, что мы говорили. Когда кончится... Как там осталось еще? Меньше 300 лет, да? 216 лет. 216? Да, как раз Кематрия Гвура. Вау. И что это значит? Ну, вот то, что происходит. Вот этот год как начался. 216. Это Гвура. В чем чисто, то умноженное на 3. В то же время. Да. Игры с числами я, правда, не знаю, насколько они их можно распространять вперед. Я когда-то сделала подсчет, тоже я не сама придумала, а кто-то мне рассказывал, что в книге Куэллет, как это называется по-русски? Знаешь? Экклезиаст. А, Экклезиаст, точно. В книге Экклезиаста есть такая поэма, да? Всему. Леколь эт веет. Леколь хеет и стаха теша. Каждому всему свое время. Время разбрасывать камни, время собирать камни и так далее. Если вот взять все эти времена и всю историю человечества, вот шесть тысячелетий разделить по времени, то интересные камни всякие обнаружить. Например, что там последнее. Время войны и время мира. Этим все завершается. И получалось так, что время войны началось в 1812 году, во времена наполеоновских войн, почему-то. А время мира должно было начаться в этом или в будущем году. Нет, в следующем, в 1925 году. Да? Ты тоже так считал? А, да. Есть у Равшерки на эту тему. А, да? Ну, я и на Равшерке это слышала. Я слышала гораздо раньше. Я помню, даже я на эту тему говорила Драшун, когда у меня было батмитство у моей внучки. Ну, почему я ее говорю? Потому что ее зовут Шлумид. Эта внучка, я как предполагала, что вот в ее время уже настанет настоящий мир. Ну, она в свое время была в Каракале, то есть в армии женских, так сказать, отрядов, которые на границе с газой работали. Сейчас ты ей уже сколько? Очень много. 29, наверное, 28. Так что это вот намного раньше, чем Равшерки тоже где-то слышала. Это же по традиции питается такая. Ну, вот, будем ждать. Через два года говоришь, хорошо. Я уже не помню точно, какая у меня точно цифра вышла, но я вот обещала Шлумид, что в ее время настанет мир. Через год, через год. То есть вот этот последний жесткий год, да, и дальше уже полный шалом Божьей помощи. Хорошо. Вечер субботы, дай Бог. Но, на самом деле, мы всегда должны помнить, что у нас нет никакого страхового полиса на руках, и все может всегда обернуться к худшему, хотя мы надеемся на лучшее. Будем лагаться на все, что он знает, что делать. Ладно. Перейдем к следующей главе, которая называется «Цель истории – сотворение нравственного человека». Фактически это, конечно, сколер, потому что нам уже здесь в самом названии Рам объясняет, в чем цель истории – сотворение нравственного человека. Но постепенно мы, значит, здесь поймем, как это раскручивается, как это доказывается, как это показывается в Тари. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Бога сотворил его. Мужчину и женщину сотворил он их. И благословил их Бог, и сказал им – плодитесь, размножайтесь, и наполняйте землю, и обладевайте ей, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся на земле». Как мы уже упоминали, в первой главе Берешит описывается, как земля создала из себя зелень, траву, деревья и плоды, рыбу из воды, насекомых, птиц, скот и зверей. И, наконец, самое высокое из естественных существ – древнего змея. Во всем похожем на первого человека. Он прямоходящий, говорящий, обладает разумом и способностью к пророчеству. То есть он способен слышать слова Господа. Об этом обо всем мы уже говорили в предыдущих главах. Однако, несмотря на сходство между змеем и первым человеком, между ними есть существенное различие. Змей знает только одну сторону божественности – ту, которая выражает имя Ирухим – Бог. Тут в примечаниях Маниту приводит цитату из змея, что когда, несмотря на то, что там сказано, что змея был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, то есть это уже не первая глава, в которой мы видим только Бога по имени Ирухим. Мы уже познакомились с некоторым более высоким уровнем божественности. На самом деле, по сути, это один и тот же Бог. Мы каждый день говорим в молитве «Шма» – «Ашема Лукейну, Ашема Шан» – «Господь Бог» – «Господь Един» – это единая сущность. Но проявляются оба разными. Проявление Его в первой главе было как Ирухим. И именно такое проявление змей воспринимает, потому что, когда он говорит, когда змей спорит с женщиной, он говорит, но знает Бог, только Бог, только Ирухим, что в день, в который поедите от Него, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Короче, не знаю, как правильно писать, большой буквы или маленькая – это неважно. Суть в том, что он воспринимает только одну сторону Бога, он более высоких уровней вообще, не то, что они для него раздельны от Ирухима, они вообще не существуют. Он видит, несмотря на то, что он создан, как и все Господом Богом, он воспринимает Его только как Бог. И Мониту говорит, что в первую главе фигурирует имя Бог, представляющий детерминистический аспект Творца. То есть это Творец природы, в которой как бы нет еще свободы выбора, как бы. Это то, что нам потом, в субботу Творца, мы видим перед собой, то, что нам кажется, что это мир, в котором все определено, все детерминировано, и в котором как бы и нету Господа, то есть четырехбуквенного имени. И вот это то, что видит этот самый змей. А во втором главе четырехбуквенное имя намекающее на добро и зло. То есть это имеется в виду, и сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. То есть есть хорошо, и есть плохо, и есть добро, и зло. И именно это дает человеку, ставит человека предвыбором. Короче, вернемся к нашему. Змей знает только одну сторону божественности, ту, которую выражает имя Луки. То есть детерминистический аспект Творца. Того, кто сотворил природу и ее законы и устранился от реальности. Вот почему, когда змея обращается к Хаве, он говорит, и вы будете как боги, знающие добро и зло. То есть добро и зло в данном контексте – это не тот добро и зло, которое человеку, как я понимаю, человек должен выбирать между добровым и злом. А некоторое абсолютное добро и зло, которое известно природе. Да, что природа, она действует как некоторый механизм, в котором есть изначально заложенные категории, и по ним она работает. При этом змея не знаком с четырехгубленным именем Всевышнего, той частью жизненности, обновляющейся, изменяющейся и развивающейся, которая выражается в материальности и нравственности через личное управление Творца. Жизнь у человека и отражается в способности человека соучаствовать в творении, его моральной ответственности за это творение. Это очень длинное предложение. Вот что означает четырехбуквенное имя? Это, во-первых, нечто более высокое, чем просто природа бездушная, бездушное, которое как механизм действует, а в нем есть жизненность и обновление, и развитие. И это развитие обязано быть нравственным развитием, не каким-то механическим продвижением. Скажем, искусственный интеллект, он тоже может развиваться. И есть механизм, по которому он развивается. Например, гугл-переводчик за то время, что я с ним знакома, очень даже продвинулся и развился. Но в нем нет никакой нравственности, хотя иногда не соображается из себя нравственного человека. Я помню, как все веселились, когда предлагали ему перевести фразу с английского на английский язык. У меня наша кошка родила трех котят. Одного беленького и двух черненьких. И на английском переводило это так. Она родила трех котят, одного белого и двух афроамериканцев. Но этот банк, конечно, уже устранили. Теперь он сообразуется с контекстом. Но там, где надо заменять в контексте, он будет заменять, естественно. И это все не имеет отношения к нравственности. Это некоторый механизм. А нравственность, ее суть в том, что она непроста. Она ставит перед человеком сложные, непростые, неочевидные задачи. И при этом он ощущает, что он находится под личным управлением Творца. Потому что эти задачи ставят перед ним Творец, чтобы человек улучшал свою нравственность и чтобы он таким образом приводил в мир совершенства. И таким образом он становится соучастником Творения. И это ощущение человека, что он находится в контакте со Всевышним, что он его партнер, это очень важное ощущение, которое означает, что мы пытаемся реализовать ту цель, которую Всевышний поставил перед человечеством. Хочешь почитать дальше? Вот у меня вопрос. Тут написано, что змей знал только аспекты Лукин, а при этом у него была способность к пророчеству. Разве это возможно? Ведь пророчество, оно же идет из-за предела реальности. Как он мог тогда услышать голос Бога? Я не знаю точно, я не верю, что это за пределами реальности. На самом деле, это же все происходит еще до начала седьмого дня. Потому что Всевышний еще не скрылся. Поэтому в этот момент это пророчество, оно вполне, так сказать, Бог находится в поле. А, то есть он через природу раскрыт, и поэтому всем получается, и смею, и животным. Да-да-да, все верно совершенно. И как человек услышал голос Всевышнего, который, как сказано, Менхалех Беттохаган, да, что он ходил внутри. Голос, он просто был там, это монету не пишет, но это как бы ясно, да, он был там в саду. То есть каждый его мог слышать. Ну, может, не каждый вас услышит, но этот вот змей, он мог бы слышать. И земля как бы находится в диалоге, в общем случае, как мы читали в первой главе. Но вот после седьмого дня это, возможно, уже не реализуется. Но этот вот, этот змей, он в седьмом дне уже не существует, наверное. Он был опущен очень низко, да, после того, как он свершил это. На брюхе будешь ходить, и падали, упитаться, и так далее. То есть он перестал быть тем змеем, которым сотворила земля. Он остался только нечто вроде метафоры. Как Рав говорил, что человек может стать, опуститься до уровня змея. Если он ведет себя бездраственно, он может, у него есть вариант, потерять вот это вот... Божественное, что есть в нем, и уподобится вот этому змею. Да, интересно. В отличие от... да. Да, вот интересно, действительно, он перестает тогда... Этот человек, если он опустился до уровня змея, современный человек скажет, да. Он теряет всякую способность к контакту с Всевышним, я думаю. Сегодня. Ну да, про это же и сказано, да, что будешь питаться прахом, в том плане, что тебе не нужно будет просить Творца о пропитании. Да, да. Читаем дальше? Да, да. В отличие от змея, Адам, хотя и был сотворен из праха земного, то есть у него было тело, природная часть, связанное с первоначальным материалом всего творения, при этом он обладает также духовной частью, способной к признанию Творца, нравственности и единению. Эта часть, которую Творец своими руками вносит в человека, это душа или подобие Бога, представляющая возможность и желание давать и влиять. Эта часть является общей для человека и Творца, как сказано, создадим человека по образу нашему и по подобию нашему. Однако не следует забывать, что Адам и Хава были сотворены непосредственно Творцом. Медраж говорит, что им было около 20 лет, когда они были сотворены. Они были идеальными по форме, облачены в свет, а их рост был от одного конца света до другого. Я только замечу, конечно, там сказано, что Адам одежды кожаные, но это в Медраше, есть такой Медраж известный, где сказано в Талмуде, что в Торе у Раби Мейера было написано, есть разные объяснения, что там было написано. Некоторые в основном считаются, что это комментарии, которые он вставлял в своем экземпляре Торы, а не то, что он, когда писал Тору, он писал по-другому, с буквой Алиф, а не с буквой Айн. То есть разница между словом «кожаный» и «свет» – всего лишь одна буква, которая фактически слабо различается. Айн и Алиф. И то, что Раби Мейер так написал, он подразумевал здесь что-то другое. То есть он не хотел сказать, что надо исправить текст Торы, а он хотел добавить нечто существенное, сущностное, в наше представление о том, каковы были Адама и Хава. То есть он дал им одежду света, получается, так было написано? Так было написано у Раби Мейера, что он дал им не одежды кожаные, а дал им одежды света. Но это комментарии, это не прямой смысл. Раби Мейер считает, что здесь есть намек на том, что у них были одежды света. Что-то необычное такое, с чего мы не можем понять. И был определенный свет, который окружал его. Из этих описаний понятно, что все, что нам говорится об Адаме и Хаве в первых главах книги «Берешит», является метафизическим, неизвестным из нашего опыта, поскольку творение из ничего, подобное сотворению Адама и Хавы, совершенно непостижимое для человеческого понимания. Ранее мы уже намекали на процесс появления цепочки миров из бесконечного света через миры Абия – Адам Кадмон, пра-человек, Ацелут – эманация, Брия – творение, Яцера – созидание и Осия – действие, и в конце концов наш земной материальный мир. Чтобы каким-то образом проиллюстрировать нашу неспособность постичь сущность первого человека, приведем Медраж, описывающий Адама и Хаву сотворенными без пупка. Первый человек, Адам, был создан обладающим осознанием своего Творца и тем не менее согрешил. Согласно тому, что говорит нам скрытая Тора Каббала, при его падении его душа взорвалась и рассыпалась на тысячи осколков или искр. Из этих искр состоит все человечество в течение всей своей истории в этом мире. Ключевой вопрос, который мы должны задать на данном этапе – какова цель сотворения всех этих миров? Чего хотел достичь Творец с помощью этого процесса и этого перехода от единого мира, ор-эйнсов, бесконечного света, к сложным и разделенным мирам, разворачивающихся творений, сокращений, кругов и линий, разбиения сосудов и бесконечных миров? А в конце этого процесса такова роль человека в этой обширной системе сокращений и скрытий. Мы уже упоминали, что Творец уступает место творению и таким образом дает возможность другому существовать отдельно от него. Наиболее близкая к этому ситуация в нашем мире – беременность и роды. Разберем стих, описывающий первое рождение, которое происходит после изгнания Адама и Хавы из сада Эден. «И Адам познал Хаву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, «Приобрела я человека с Господом, и еще родила брата его, Эвеля, и был Эвель пастырь овец, а Каин был земледелец». Из духовного мира могут происходить другие духовные миры. Но вдруг в реальности духовных миров постепенно происходит чудо рождения этого мира, рождение материального мира, из бесконечных духовных миров. В истории Адама и Хавы этому соответствует чудо рождения. Ведь Адам и Хавы до греха были духовными, потому что были сотворены непосредственно Творцом. А затем внезапно происходит чудо рождения – из-за чала и родила. Это рождение – почти такое же великое чудо, как сжатие света бесконечного Творца, чтобы освободить место для создания отличного от него, для творения. Потому что рождение – это не что иное, как встреча отца и матери, которая создает новую сущность, общую для них обоих, и при этом отличную от них и добавляющую к ним подобно плоду по отношению к дереву. Рождение, я думал, это что-то вроде эманации, как бы отсылут, какое-то подобие человеку, выходит из человека. Но здесь говорится наоборот. Рождение как что-то сущностно новое. Или я что-то не понял? Мне кажется, он имеет в виду по отношению к тем мирам, которые существовали до создания нашего материального мира. Это сущностно новое. То есть они, конечно, все миры, они различаются чем-то. У каждой меры есть своя особенность, но они все как бы отличаются тем, что они не имеют материального воплощения, того, которого мы знаем. в материальном мире. Да, это очень далекая аналогия. Когда я проектирую какой-то прибор, он у меня сначала существует в голове, потом я его описываю, потом я строю чертеж, потом есть какие-то еще разработки. Все это никак не соотносится с тем, что когда уже выпиливают или выковывают, или высверливают и соединяют различные части, это уже происходит в материальном мире, в реализации. И это вот как бы переход от планирования, от картины, которая там вырисовывается где-то в этих духовных мирах. Он действительно чудесен в каком-то смысле. Он существенно по сути другой. Там есть длинная цепочка миров, которые исходят из инцов, из бесконечности и реализуются в материальном. Вот именно реализация в материальном это что-то необычное. И то же самое с Адамом и Хавой. Они как бы изначально нам представлялись как какие-то чуть ли не духовные сущности, от начала мира до конца мира. Они, как Медраж говорит, были их размеры, свет из них исходил. То есть что-то такое чисто метафорическое. И вдруг неожиданно рождается материальный ребенок. Это подобие, мне кажется, тому, как рождается наш мир из всяких подготовительных или путешествующих, или проецирующихся на наш мир миром. То есть получается, как бы Адам и Хава, они были духовными, а первым материальным человеком был Каин, да, и все остальные подобные. Я не думаю, что это в точности так. Все-таки они материальными были. Они потом продолжают жить в материальной жизни. Но наш взгляд на то, как они описаны до рождения Каина, в первую главу, он очень метафоричный, я бы сказала. Мы их видим как метафору больше, а не как живых людей. Или они как бы в тот момент, когда они получили вот эти одежды кожаные, то есть тела, тогда они спустились уже в материальный мир. И там уже стали поговорить потомство. Это тоже, только по одному комментарию. На самом деле, так сказать, шатун такой, что они с самого начала были материальные, часть материального мира. То же самое Рам говорит, что он создан из земли, из праха земного. Ну, вдохнув в него душу божественную, ну, а у нас со всех, как бы она должна выйти дальше. То есть тут, мне кажется, есть просто два плана. С одной стороны, мы видим, может, по простому смыслу, простого, то есть человек материального, созданного материально. Но он создан, в шестой день творения, еще мир совсем другой. И поэтому у него есть другой план, метафорический. Но вот когда уже рождается тайн, как бы продолжение человека, это уже не метафора, это уже не, как не было от начала мира до конца мира и нельзя было сказать, что он одет в одежде света и так далее. То есть он уже реальный человек. Как бы, если у Адама и Хавы у них были, как бы, два плана, да? Один план совершенно духовный, а другой материальный, то тут остается только не то, что он не духовный, но тоже есть душа, которую Бог вдохнул человека. Но вот эта вот метафорическая сущность, ее уже как бы нет, хотя она и участвовала в зачатии и рождении в каком-то смысле. во всяком случае наши мудрецы утверждают, что Каим был еще зачат в Ганайдане, то есть в шестой день. То есть его начало он берет из того же метафорического или непонятного нам мира, скажем так. Тут есть какой-то переход такой, да? Хотя вот говорить, что Адам и Хава были чисто ангелоподобными или вообще нематериальными, это видимо неправильно, потому что с точки зрения большинства комментариев они были совершенно материальными. Как ты считаешь, это воспринимается? ну сложно, да, какая-то фрактальная получается структура, да, вот эта земля, из которой, право земной, из которого сотворю Адам, что это значит, да, насколько она материальна, опять же, непонятно. И да, как будто какая-то там поэтапный спуск, да, описывается. И в течение всех этих дней все, что происходило потом, и опять же потоп, да, нам тоже говорится, что во время потопа было уничтожено там какая-то духовная составляющая земли, да, которая как бы приводила к быстрой реализации всех желаний человека, да, еще один спуск. Да, сложно все. Да, это само по себе, что есть несколько, и мы это потом увидим, что происходит некоторое время опускания ухудшения, хотя вроде бы Всевышний рассчитывал на то, что человечество будет подниматься, исправлять мир и так далее, но это не происходит, и происходит определенная редукция. Я не совсем об этом говорю. Вот как понять то, что он говорит, аналогию, что из этих вот абстрактных миров рождается материальный мир, и из этих абстрактных сущностей Адам и Хабе рождается материальный ребенок, но при этом абстрактные сущности, они имеют важную роль, тем не менее, как бы у них есть все же материальные тела, несмотря на то, что они абстрактные сущности. Это то, что я хотела сказать. Это одно другому как бы не мешает, хотя вот этот взгляд на то, что они были совершенно нам непостижимые, огромные, духовные совершенно, он тоже существует. Как это совместить? Мне кажется, можно совместить, потому что мы часто смотрим на одно и то же явление с разных сторон. С одной стороны, это реальный человек, который действовал так и так, а с другой стороны, он становится символом, он становится метафорой, он становится гораздо больше, чем просто человеком. Что же говорить об Адаме и Хаве, когда это действительно первые люди? Ладно. Так, мы здесь остановились плод по отношению к дереву, да, я не читаю дальше? Да. Первая заповедь, которую творец дает Адаму и Хаве, это заповедь плодиться и размножаться. Эта заповедь включает два аспекта. Первый плодиться, а второй размножаться. Мы уже немного об этом говорили раньше, но сейчас он возвращается к этой теме, она для него очень важна. Аспект качества и аспект количества. Плод это продвижение, это улучшение, это качество. А второй размножаться это количество. Аспект исправления и аспект умножения. То есть первое плодиться это связано с целью, как мы сказали, целью человечества исправления мира. А второе должно быть и умножением тоже, безусловно. Плодиться и размножаться должны следовать именно в этом порядке, поскольку для того, чтобы личность человека смогла правильно реализовать свое развитие, она должна на каждом этапе своей истории материальным, реальным, действенным образом встретиться с идеалом своей личности. В том виде, который настанет в конце времен. То есть человек должен осознавать, у него есть некоторая самоидентификация, можно сказать, личность, каким он себя представляет сейчас. Тем не менее, где-то в глубине или вдалеке он должен видеть эту цель, эту личность, которой он должен стремиться стать, и которой личность человечества должна стать в конце времени. Если у него это есть, если он стремится к этой цели, то тогда у него есть надежда, у него есть возможность как-то продвинуться. Человеческая история таким образом становится историей стремления всего человечества к порождению, выводу из своего чрева мессианского человека, того совершенного человека, который способен к диалогу, к миру и к совершенству. То есть тут на самом деле и далее, я думаю, когда он говорит о мессии, сын человека, это называется, Бен Адам, для него это существенное, для меня это существенное понятие, Бен Адам, это вот мессианский человек, венец творения. То есть Адам это человечество, а Бен Адам это следующий этап, это вот этот мессианский человек, который способен к диалогу, к миру и к совершенству. То есть это то, к чему человечество должно прийти, это не один конкретный человек, а все человечество должно к этому прийти. Этот человек, то есть это обобщенный человек, более совершенный, чем его предшествия. И есть код по отношению к дереву, то есть к своей истории. Его появление обозначает духовное развитие, которое произошло во время перехода от поколения предков, поколения потомков, от первого человека до последнего человека, цепочки поколений всего человечества. Действительно, заповедь «владить и размножаться» остается неотъемлемой частью человеческого духа, поскольку главное желание человека, становящегося отцом, состоит в том, чтобы его сын стал лучше него. На самом деле, тут могут быть и другие точки зрения, но мне кажется, это очень естественное ощущение. Мы хотим дать своим детям то, что нам не дали, мы хотим научить тому, в чем мы сами не очень успели. Мы гордимся своими детьми, хотя вроде бы чем-то особенно гордиться, если они получились удачей. Это же не я, но если у меня получилось вот это, если у меня получилось хоть немного лучше, чтобы дети стали немного лучше меня, это большое счастье, мне кажется, для многих. Этот отец больше не живет только для себя, но и для того, чтобы его сын мог воплотить все, что заложено в нем самом и еще не реализовано. каждый человек несет в себе этот идеал будущий, и он его передает по наследству своим детям, с тем, чтобы они реализовали этот потенциал, то, что еще не смог реализовать отец. между между двумя этими сущностями отца и сына существует разрыв. Сущность отца это состояние обещания, а сущность сына это реализация. Есть поколение отцов и поколение сыновей, но на самом деле отец живет только в ожидании собственного воплощения и реализации через своих сыновей. Это все некая схема такая отцы и дети. И так монету видит их соотношение. то есть позиция отца это ожидание, а позиция сына это реализация. Потом это повторяется, когда он становится отцом, он тоже ожидает от своих детей реализации. Заповедь порождения дана человеку прежде всего для того, чтобы он принес плод, реализовал нечто скрытое в отце, нечто большее, чем то, что есть в отце. Только когда появляется плод, его нужно умножать. Только когда уже есть позитивный результат, то тогда важно умножение реализовывать все больше и больше таких, как он. Когда процесс умножения предшествует процессе создания плода, умножаются подражания или незрелые плоды. И это то, о чем рассказывается. и было дни дамы после рождения имшета 800 лет и родил сынов и дочерей. То есть по монету то, что не упоминается ни имена, ни количество, ничего, это означает, что это только было размножение чисто без какого-то без реализации этого потенциала заложенного, который отец ожидает реализации от своих детей. Просто были какие-то повторения, были какие-то люди, но они не принесли ничего нового. Шет вот принес что-то новое. После того, как Адам и Фава родили Шета, их улучшенный плод, они продолжали наполнять мир сыновьями и дочерями, анонимными людьми, не имеющими уникальной индивидуальности. То есть это той индивидуальности, которая составляет вот эту цепочку и это рассуждение, оно очень важно для Митту, как я понимаю, потому что все его учение в принципе называется учение о Толдот, о том, как реализуется поколение в порождение, да, это идея приближение к мессианским временам через поколение от отца к сыну, от сына к сыну и так далее. То есть иногда бывает падение, иногда будет возрождение, тем не менее, вот эта цепочка, она самая существенная в истории человека. И с точки зрения Маниту, слово история, оно наяврительно должно звучать как Толдот, то есть история человеческих порождение. Концепция истории, представленная в Толе, это поток порождений в их развитии и продвижении к цели, заранее определенному конечному значению истории, который представляет собой постижение единства и способность учиться любви к другому, как сотворенному тем же Творцом. Тут я хочу, может быть, добавить от себя, не знаю, насколько это сто процентов соответствует идее Маниту, и тому, что написано в этой фразе, но мне кажется, очень важная идея связи между постижением единства и способностью учиться любви к другому, как сотворенным тем же Творцом. Потому что каждый человек, у него есть собственный диалог с Творцом, собственное представление о Творце, собственное представление о мире, и никто не может осознать целиком Творца или мир. Каждый человек, он некоторый маленький кусочек мозаики. И без этого кусочка вся мозаика, весь мир, весь диалог человечества со Всевышним он будет несовершенным. Поэтому, поскольку, если я понимаю, что восприятие каждого человека, его связь со Всевышним, его видение мира, оно необыкновенно важно в общей картине, это помогает мне научиться любви к нему и как сотворенную тем же Творцом. и это позволяет всему человечеству постичь, в большей степени постичь единство Творца. У меня такое ощущение. Как ты скажешь, Андрей? Ну да, получается, что есть как бы человек, да, и есть разные его стороны. Это как разные народы, да, а человек это как Израиль, как бы собирающий всех, да, который, опять же, когда он приходит на свою землю, да, там евреев начинают называть по их народам, да, Спаради, там Царфати и так далее. Вот, и получается, что вот эти все осколки, опять же, вот этого Адама разбившегося, да, разные его идентичности, разные его свойства, они в конце концов собираются, да, в Израиле, да, отражаются в других людях, вот, и все это должно породить вот этот самый плод, да, то есть вот этого Бен Адама, да, который, опять же, заложен его ДНК в самом начале, да, точно так же, как, опять же, ну, плод, там, яблоко условное заложено в дереве, да, который там растет очень долго, там пускают разные ветви, листья для того, чтобы произвести вот этот плод, который в итоге может, отделиться, да, и который в себе несет то, что было в самом начале. Да, это прекрасно, что этот, это, это, то, о чем я говорила, это, наше, так сказать, обязанность научиться братству, да, то есть воспринимать другого, другого, как наличное, в личном плане, то же самое, условно, оно важно в отношении народов, да, что все народы, они тоже являются частью этой мозаики. Я только хотел добавить интересную мысль, почему есть такая заповедь, молиться в меня, собирается 10 евреев, и я не думаю, что эта серия отличается от просто 10 человек, но все время, конечно, это особенно заметно, потому что сколько, да, есть по этому полу много разных анекдотов, и каждый человек, вот, в этом меня, даже если это все они гурские, хасиды, все они датилы, не важно, у каждого из них свое представление о Боге собираются одному и тому же Богу, это что-то потрясающее, то есть они готовы понять, что без, и признать, что без остальных девяти я недостаточно, я неполна, а уже когда у нас собирается минимальное количество 10 человек, и мы соглашаемся вместе все молиться одному и тому же Богу, несмотря на то, что мы о нем представления имем совершенно разное, безусловно, это вот некоторый символ того, как работать единством и признание других людей, но в общем, тем не менее, когда еврей оказывается на неупытаемом острове, он, знаете, один, он строит две синагоги, одна синагога, в которую он ходит, а в другую синагогу, в которую он не на... Ладно, можно сказать, что история сотворения человека является прелюдией к историю рождения сына человека, который стремится к совершенству этого мессианского человека. Знакомая нам история начинается лишь тогда, когда в мире уже существует человек, одновременность с сотворением человека является обязательная мессианская концепция. Чтобы история имела смысл, она должна быть только подготовкой обвести их к тому времени, когда в реальности мира родится человеческая личность, способная к единственству и нравственности, чья существо целиком заключается в единственстве и нравственности. Вся история ждет этого человека, который реализует сам, самого себя и нравственные силы, заложенные в нем. И тогда этот мир, мир подготовки, опыта и обучения станет грядущим миром, миром, в котором все человечество достигнет стадии бармитрии. И с этой идеей связана в Гославине, которую отец говорит, когда его сын первый раз принимается к счастью и вторым на своей бармитрии. Гославин вдруг подраньями, что сын переходит от отца на сын. В 13 лет человек уже начинает нести ответственность за свои поступки. Появляет закон. Существует имя Робелеви говорит так, плечи, обмирцы, иглицы. Ну, это такой куст листья, которые... так, все остановилось. Извините, у меня почему-то начались перебои с интернетом, но может быть тогда мы вернемся к этому мидражу. Опять остановимся? Нет, сейчас все вернулось. Ну, вообще, если начинается перебой, я воспринимаю это как намек на то, что мы можем остановиться на этой точке. Очень приятно было... Просто вернемся к этому мидражу на следующей неделе, если все будем жил и здоров. Желаю вам всем добрых известий и спасибо, что вы здесь были с нами. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Нехама. Вам тоже всего доброго, Нехама. Спасибо. И вам тоже хороших известий. До свидания. Спасибо. До встречи. И шаба шалом. Шаба шалом. Шаба шалом. Шаба шалом. Шаба шалом.